Всем привет! Это видео обзор, посвященный лапшерезке или машинке, в которой можно месить тесто, а потом делать макарошки. Вот коробочка такая, да, она слегка помятая. И как я поняла, это единственная лапшерезка, что была в ДНС. Я даже нашла ценник, точнее наклеечку, на которой значится, что она аж с ноября прошлого года выставлена в продажу и ждала, когда же я ее куплю. Тут, в принципе, на коробочке и на русском, и на английском, на казахском и на белорусском. Чем, если хотите такую же машинку, то можете поднести свой телефон, она сейчас статично, к вот этой штуковинке. Отсканируйте, и год вам счастья. Счастье наше, кстати, называется Фея, сделана она в России. Правда, собрана она китайцами, но сейчас, в принципе, много чего китайцами собирается. И достаточно нормально, некоторые вещи русскими собираются, не очень хорошие по качеству. В общем, это Фея, марка русская, производство Китай. 30 лет на российском рынке она у нас. То бишь, завод еще Советского Союза. 180 ватт, 1,2 килограмма в час вы можете сделать макарошек. Тут 7 насадок. И еще у нее модель такая, Фея КМ-180. Вот она выглядит сама по себе. 7 насадок, включая стаканчик. Ну, одна насадка, в общем, внутри. И у нас есть гарантия диталон. Гарантия на нее год, но срок жизни у нее, как говорит, производитель 3 года. А дальше уже как получится. Это 3 года, если вы каждый день ее будете эксплуатировать. И инструкция по применению, где на нескольких языках вам поведают, как правильно пользоваться кухонным гаджетом. Конечно, много разных отзывов на такие лапшерезки. У кого-то быстро что-то ломается, но если вы бережно относитесь к инструменту, то он проживет у вас долго и счастливо. Комплектация лапшерезка, насадки, мерный стакан, руководство по эксплуатации и потребительская упаковка, коробка. Меры безопасности, внимание покупателя, внимание, не перемещайте устройство во время работы. То бишь, не сдвигайте. Если уж поставили четко так конкретно, то пусть стоит. Что-то я еще не прочитала, что-то я вчера еще успела. То есть, на самом деле, дня три она со мной, но только сегодня я сподобилась, наконец-то появилось время. Это счастье обозреть заодно. Я сейчас его при вас разберу. Как бы я ее уже видела. Просто покажу на видео именно, как ее можно разобрать, если вдруг у вас случилось так, что вы потеряли эту бумажечку с инструкцией по применению. В коробочке она лежит вот в таком виде. У нее не скользящие ножки, противоскользящие ножки. Силикончик такой, плотненький. Здесь вот у нас внутри видно вентилятор. Не знаю, насколько это вам важно. Модель на самом деле 2014 года. Представляете, вот уже практически пять лет такие машины существуют. Фея, лапшерезко-электрическая, модель Фея КМ-180. И серийный номер 2014-10-09-76. Страна-производитель КНР. У нас шнурочек. В 220 на 50 Гц ее можно засунуть. 220 Ватт. Мощность 180 Ватт. Класс защиты от поражения электрическим током 2. Чтоб было удобно мне. Ну и соответственно было видно вам. Я ее к себе в половину лица повернула. Сейчас просто покажу, как она выглядит. Тут две кнопки. В инструкции по применению все очень тщательно расписано. И что у нас тут есть? Я зачитаю и покажу. Насадки. Насадка для спагетти. Насадка для феттучини. Некоторые названия макарон. Я только благодаря этой книжечке узнала. Я не знала, что вот такие штучки именно так называются. Насадка для, возможно, ударения. Где-нибудь не там поставлю. Поэтому гаман на сайт. Простите, пожалуйста. Насадка для лингуине. Насадка для ригатони. Все время думала, что это обычные макароны. Насадка для тольятелла. И насадка для капеллини. А еще насадка для восточной лапши. Посмотреть за этого, наверное, я ее и купила. Но на самом деле это не совсем так. И сейчас покажу эти насадочки. Одна у нас уже готовенькая. Сейчас проверим. Все они тут как бы одинаковые есть. Какие-то для спагетти. Какие-то. Видимо, это для восточной лапши. Такая малюсенькая совершенно. Я тут с телефона опять управляю. Для спагетти. Можно, конечно, хранить это все в этой же коробке. Утром побав так, как оно и было. Ну, а можно, вот я храню в старе кухонном. Немножко его освободив. Их можно, в принципе, сложить вот так этажами. Это у нас насадка для макарошек. Вот такая резьба интересная. Это счастье выдерживает максимум 450 грамм теста. И, кстати, тут есть инструкция по применению, как это тесто ваять. Я с вами его тестово заваяю и для себя, и на камеру как раз. Чтоб было ясно, что к чему. Довольно полная, в общем, инструкция, помимо всего прочего. Я сначала думала, что здесь будет отдельная книжечка с рецептами. Но, когда не нашла, думаю, может в интернете сказать нет. На самом деле, вот там есть инструкция по применению, сколько нужно муки на максимум и сколько нужно всего остального. Это у нас феттучини, полосатенькое такое. Оно пластиковое всё. Это что это? Лингуини. Вообще похоже на феттучини на самом деле. Попало тут немножко этой пенопластинки. Так, и что я ещё не показывала? Это у нас насадка для капеллини. Так, пардон, нет, вот оно. Где же? А, нет. Да, оно вот здесь. В общем, раз насадка. Не буду я название этих макарон произносить. Для меня они какие-то прям ругательства. Два насадка. Три насадка. И ещё три насадки. Ну, три насадка тоже. Собранная. Ну, и сам мерный стаканчик. И вот здесь у нас миллилитры от 160. Минимальная 40, 40, 80, 120, 60. Три четверти, одна вторая, одна четвёртая. И точно так же на другой стороне. Такой удобный. Такая маленькая ручечка. Удобно держать. И что ж, попробуем мы её с вами сейчас разобрать. Кверх ногами держу. Крышка контейнера. Потом, вообще, там дальше есть инструкция по разбиранию. Точнее, собиранию. Причём сначала написано, вы собираете. А вот если решите помыть её, то разбирайте в обратном порядке. Это у нас корпус пригора. Это у нас внутри вал. Вот такой. Вообще, я её назвала за глаза бетономешалкой. Мне в магазине её проверили. Она выглядит, как бетономешалка. Если вы представляете, о чём я говорю. Кнопка включения. И три положения, ноль выключения. И смешивание, две и выдавливание. Ну, или один, два. И функции. Переключатель функции. Это вот как раз вот эта вот. Кнопочка. Вот. Ну, у меня сейчас выключено. И положение прямо. Контейнер для смешивания. Это вот сам у нас. Вот этот вот корпус. Потом. Насадка. То, что я вам не показала, потому что оно внутри. То есть уже одетое. Фиксирующее кольцо. Это серенькая вот часть, за что у меня сейчас рука схватилась. Так. И где она у нас тут? Соединительная часть. То, что под кольцом. И фиксатор крючки контейнера для смешивания. Видимо, вот эта вот часть. Ну, и тут у нас схема прибора. Сборка. Установите контейнер для смешивания. Шесть. В корпус прибора. Два. Ну, и перед первым применением советую окатить тепленькой водичкой. Это счастье. Оно напоминает по сбору мясорубку. Вот такая же практически фиксаторка. Колечко. И вот здесь можно любую вставить. Учитывая, что она, по ходу дела, стояла на витрине. Витринный аппарат или еще что-то. Немножко потемнело, пожелтело вот эта вот сама. Или выцвела штучка. Но я думаю, особой проблемы в этом нету, в насадке. Нам же не цвет ее важен, а то, что она работает. И что мы хотим. Танц. Пусть будут у нас спагетти. Самое интересное, что оно показывается, как собрать. Но я разбираю это с конца. Наконец-то сообразила, как это разобрать. Я разобрала эту штучку. Я ее промыла тепленькой водичкой и насухо вытряла, как говорится в инструкции. Для первого применения. Но потом вам тоже ее придется мыть. И скажу я вам, из-за того, что детальки практически все одного цвета и такие прозрачненькие, с первого-то раза придется помучиться. Я сначала думала погуглить в интернете на ютуб, как ее собирать. Потом вспомнила, что как раз такого-то счастья не обнаружено. Из-за чего я, в принципе, по большей части и пишу этот ролик. В общем, установите контейнер для смешивания 6 на корпус прибора 2. Вот наш контейнер для смешивания 6. Я изначально думала, что вот эта запчасть, это слипная, но как бы не разъединяется. Но это ошибка. Так, вставьте приводной вал 3 для шнека в соединительную часть 9. Не поверите, вот эта штука похожая на деревянную ложку для мешания меда. Если бы пчеловод, ну и так рядом были. Сама по себе отдельно от этой штуки. Так, сам. Сейчас буду сообразить, как это было. Как это есть. А это есть вот так. Это есть вот так. Даже вот так. Вставляйте. И да будет счастье, оно вставилось. Теперь установите шнек номер 3 в приводной вал. Видимо, вот это. Теперь бы тоже вспомнить, как это было. Я коробочку-то убрала, потому что у меня есть животное, которое любит грызть коробочки. А тут резьба, и как бы, как не вставлять. И вставиться именно так, как надо. Вот у нас такая конструкция получилась. Я гляну, что там видно у меня или нет на телефоне. У нас такая конструкция. Немножко капелька воды осталась. И теперь нам надо эту конструкцию. Капелька воды было больше. Бедная моя, многострадальная книжечка с конструкцией по применению. Сначала я, когда доставала при человеках, на столе было что-то масляное, и вот на неё уже попало это всё. Так-с. Теперь это надо всунуть внутрь. Очень напоминает, как вы собираете мясорубку. Как я уже говорила. И попасть в резьбой. Бо-бо-бо-бо, мы попали. Мы попали. А теперь прикол. Эту штучку надо как-то, следуя по стрелочкам, Вообще, из-за того, что она, видать, витринным образцом, была тут такая трещинка на ней. Ну, не то, что трещинка, но... Не трещинка. Просто как царапка. Вечно я что-то беру, как последняя. То, эту видеокамеру, на которую сейчас пишу. Сейчас я поверну её к себе лицом. Чтоб увидеть. Всё, поняла? Почти. Каманок. Вот. Там есть такая выемка. Как раз вот над этим вот палочкой. И эта выемка у нас держит крышечку. И чтобы попасть этой выемкой куда надо, и при этом встать и закрепить, надо, чтобы она была немножко вот тут, на уголке. Где-то так, 45 градусов. После этого мы аккуратно поворачиваем. И выемка у нас стоит как раз вот на середине этой машинки. А круг закреплён. Где наша инструкция по применению? Найдёт протернуть. Так, мы вставили. Для того, чтобы зафиксировать проводной вал со шнеком, поверните соединительную часть по часовой стрелке, так, чтобы метка, нанесённая на соединительной части, совпадала с нижней меткой на контейнере для смешивания. Нижнюю метку я тут не вижу. А, я поняла. Точно, когда я его мыла, я как раз видела эту метку. В общем, она совпадает. На самом деле, это я для себя определила только вот верхнюю державочку. Они, видимо, этого не учли. Что могут увидеть по-другому. Да, и вот сейчас она как раз, она на картинке, на инструкции выглядит так, как я говорила, вот под 45 градусов. Переворачиваем страничку. Установите необходимую насадку 7 в отверстие. Для выхода теста закрепите насадку фиксирующим кольцом. Я решила, что мы с вами сегодня будем делать лисовую лапшу. Хотя сначала я думала, она будет гречневая. Но у меня есть эта и другая мука. И тут, на самом деле, есть совсем тоненькая. Вот такую тоненькую, которая как-то так странно называется, и хоть другую тут называют восточную, я покупала как-то вот, азиатская такая лапша. Миюги или как-то так. И она такая была тонюсенькая-тонюсенькая. Возможно, рисовая, возможно, из бобов. Такая стеклянная, что ли, фиг ее знает какая. В общем, я решила, что мы сегодня будем ее делать. И тут, кстати, есть вот такие надрезочки. И, ну, никак иначе она не встанет. Либо так, либо никак. Вот, кстати... Конечно, можно положить и вот так, почти по диагонали, но вот вырезать не совсем так. Ну, понятно, как правильно, допустим, вот такую насадку одеть. А вот то, что... Надеть. Пардон. Мы ее не одеваем, ей так тепло. Вот такие их без разницы, как... Все, которые они полосочки. С полосочками у нас тут только две. А остальные по кругу, как хошь, так и одевай. Мы нацепили ее. И теперь мы зафиксируем. Не совсем так, видимо. Потому что сама эта штучка не должна у нас крутиться. В общем, она у нас стала. Думаю, просто надо придерживать эту белую хренатеньку насадочку. Вот, теперь она никуда не падает. И дальше вот, по-моему, сейчас самое страшное. Установите крышку контейнера для смешивания один. На задней части крышки контейнера для смешивания находится класс массовый предохранитель. При открывании крышки контейнера во время работы лапшерезка автоматически отключится. Вот так. Внимательно следите за состоянием предохранителя в случае поломки. Обратитесь в сервисный центр. Ну, мы их пока вот соберем тут, баррикаду мою. И теперь вспомни, как это было. Как понять, где что? Что же, чутка мокрая. Вот этот выступ, это, можно сказать, зад. А вот эта маленькая штучка выпукла. Это как раз вот период, про который я говорила. Вот здесь вот есть выемка. Сейчас я попробую ее обратно вставить. О, еще одна. Насадочка. Ну, в смысле, все те же, просто она стояла тут как-то немножко рядом. И тут вот выпуклость, и выпуклость большая, и выпуклость малая. Напоминает крышечку мышек, USB-шек, которые блютузные. У них тоже сначала так вот вставляешь, делал разъем под батарейку, да. Вот, маленький щелчок тут был. И вот все. Вот мы ее собрали. Практический. Ну, она, кстати, тут довольно туго так входит, если честно. Я думаю, что-то нормально, то, что она туго входит. Крайней мере, она будет, будете знать, что она никуда не денется от вас. Ну, и надо как-то ее тут до щелчка. Надо проверять, если вот тут немножко не отошло, о чем, кстати, говорится в инструкции по применению, то крышечка может не закрыться. И я сейчас заметила, что вот оно чуть-чуть съехало, тот кружочек, отмотало-домотало и уже нормально закрылось до щелчка. Сейчас мы с вами, да, кстати, втыкать ее надо. Вот, я не поняла прикола, может быть, у кого-то просто что-то не сходилось. В розетку двойную не советуют втыкать, в переходник никакой тоже не надо втыкать. Ну, тут нормальная розетка, вилка, в смысле, она втыкается. Естественно, доставать вот дерганье за трот, а за вилку, по-моему, в принципе. Мне кажется, большинство людей это и так известно. И нельзя использовать, не то чтобы нельзя, не советуют использовать удлинитель. Я не знаю, может, есть такие вот раньше удлинители, розетка, вилка в розетку. У меня-то вот такой, в принципе, все техники, которые я уже пользовала, оно вот, вот, вполне себе с ней контактит. Ну, и я, наверное, просто потом переставлю. У меня есть отдельная розетка, рядом с которой сейчас видеокамера стоит. И буду с вами сейчас мешать тестичка. Вот, мы ее снова собрали, вот она уже чистенькая, готовая к работе. Вот, аккуратно до щелчка, и она как-то вынимается. Прочитаю, что у нас тут в ингредиентах. Рекомендации по приготовлению макарон. Макаронных изделий. До 400 грамм муки. Это вот на максимум, которое тесто можно сюда убрать. Максимально 450 грамм. Ну, вообще, в принципе, я думаю, что можно поменьше. Я, по крайней мере, себе думаю делать поменьше. 400 грамм муки, 4 штуки яйца, 1 чайная ложка соль и масло растительное. 1-2 чайные ложки. Вообще, здесь в инструкции советуют, что можно лучше даже добавлять оливковое масло. Рафинированное, нерафинированное, какое хотите, ну, как вам удобно. И именно с оливковым маслом оно будет, как бы, легче проходить. Добавьте муку и соль в контейнер для смешивания. Закройте контейнер для смешивания, опустив крышку. Смешайте яйца и масло вместе. Установите переключатель функции на смешивание. Затем установите кнопку включения и выключения в положение смешивания. То бишь, сначала вот здесь вот ставим, а потом уже вот эту кнопку включаем. Замешиваете тесто в течение 50 минут. Тесто не 50, а 5-10. Тесто должно быть рассыпчатым, иметь консистенцию в маленьких комочках размером с горошину. Быть не слишком сухим, но и не слишком влажным. Если тесто слишком сухое, добавьте немного воды. Чайной ложкой через отверстие в крышке контейнера для смешивания. Это вот как раз вот эти вот отверстия. Полоски такие. 5 штук. Установите кнопку включения и выключения в положение 0. И оставьте тесто приблизительно на полчаса. Установите переключитель функции в положение 2 выдавливания. А затем установите кнопку включения и выключения в положение 2 тоже. Опять же, здесь же рекомендуется добавить немного оливкового масла, про что я говорила, в тесто, чтобы оно лучше скользило через отверстие насадки. Посыпьте мукой макаронное изделие, как только не появится из выходных отверстий насадки. Что хочу сказать, вот у этой вещи, ну я даже смотрела на фильм, примерно так же, то есть у более дорогих моделей, не русских, скажем так, или у каких-то других моделей, менее дорогих, чем те, которые более дорогие, по большей части у всех или есть какой-то специальный резачок, пластиковый ножичек, что сам срезаешь, или же просто срезаешь ножом, нет такого, что вот оно идет и отваливается. Отвалится только само, когда ему нужно или когда вы захотите, типа сказал, хочу, чтобы оно отвалилось. Причем надо срезать эти выходящие макаронины, я считаю, что в принципе это нормально, сколько нужно, сам поймешь. В итоге я все-таки решила с этой стороны сидеть, потому что ту розетку без переходника никак, а переходник не советует. И нашла более-менее рецепт рисовой макаронины, где-то так, допустим, 3 стакана муки на 2 стакана воды, где их 2, вот тут у меня 200 грамм. Мыть, соответственно, это счастье надо вручную, без всяких посудомоек. Ну и многие в комментах вообще в отзывах таким машинам ругаются, что застревает, где вот, допустим, из этой вот формы. И вообще тесто остается, ну, знаете, вот у меня есть белорусская электрическая терка, которая попутно еще и мясорубка, и вот в ней точно так же все это застревает, остается там, ну, то, что застревает, остается тоже, ну, не тесто, конечно, но продукты точно такие, да. Точно так же, в смысле, остается, когда моешь. Мне кажется, это в любой технике. Было бы удивительно, если бы она все полностью выдавливала, и там уже ничего не шло. В чем такое и фея, и филипс, и в чем угодно. Контейнер пошел. Стаканчик, я подозреваю, что тут, ну, посмотрим вообще, сколько тут. Вот вообще этой муки. Высыпаем муку. Внезапно, по-моему, практически два. Да, если что, я использую рисовую муку из кудов для лапши, кстати, вот, салаткой выпечки для носа хлеба. Как раз вот, лапшу из этой, для лапши игрушки твоя. Ох, тут у нас. Ну, где-то вот как раз три четверти стакана получается, чуть может меньше. Или сто двадцать миллилитров, если бы измерять миллилитрами. Закройте контейнер для смешивания, опустив крышку. Единственный ролик, который я смотрела, где женщина делала макароны, тоже так же вот методом тыка совершенно. Ну, у нее, я так поняла, была инструкция, но почему-то она делала вот, даже я настолько методом тыка не делала. И, я так поняла, это стандартная инструкция для всех, вот так же на двести грамм муки, два яйца. Так. Сейчас мы польем водички. Саджованная вода. У нас сейчас тут шестьдесят миллилитров. Ну, давайте восемьдесят. Тогда где я еще муки возьму, если что? Вот, смешанного типа мука. Вообще, советую добавлять крахмал кукурузный, но у меня сейчас в наличии только, по-моему, картофельный крахмал. И в той лапше, которую я хочу давно изобразить, а в составе исключительно рисовая мука и вода. Сейчас мы это зальем аккуратненько в эти отверстия. Все мы залили. Теперь включаем. Установите переключатель функции в положении смешивания. И установите кнопку включения в положение смешивания. У меня время. С oak太shed. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 В общем, видимо, все-таки надо было больше муки брать. Сейчас я оливковая, правда, она у меня не рафинированная. У меня даже есть тут ложка внезапно. Сколько тут у нас, говорится, ложечку маслица? Где она вообще говорилась? А вот, рекомендую добавить немного оливкового масла в тесто. Немного. Ну, тут где-то, наверное, половинка. И чую, придется мне еще какую-нибудь муки подсыпать, чтобы, скорее всего, воды было слегка больше, чем нужно. Все-таки рисовая мука, она специфическая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот, сюда даже лучше видно, потому что я, наверное, все-таки сделаю в итоге рисовавречный промоторолок. Обычные бомбинки добавлю, в смысле чиничный. Чтобы было чуть побольше, надо прибавить. Все-таки тесто слегка влажное и вот эти комочки. Просто попытаюсь приблизить. Ну видно, ну вот. Надо было все же немножко больше, меньше воды. Попробую я сейчас пшеничной муки добавить. И потом уже покажу снова этот процесс. В том виде, как он должен быть. В итоге я решила, что лучше все же добавить крахмал. Пусть у меня он и картофельный. Но в одном рецепте, в большинстве рецептов и на большей части пачек лапши такой рисовой, что я покупала, там вот именно крахмал какая есть. И поэтому снова переходим в раздел смешивания. Пару чайных ложек, я думаю, взять. Но зато я нашла вот сейчас в интернете, не то чтобы совсем такой конкретный рецепт, но именно что китайско-азиатская вот эта лапша, это рис, рисовая мука и вода. Классическая. Чтобы она потом стала как раз вот такой прозрачной. Ну что, сейчас попробуем еще раз допустить процесс. Надеюсь, уже пойдет более-менее нормально. Не придется снова докладывать какой-нибудь муки. А то я как та женщина, которая смотрела. Я помогала, я думаю, чтобы поймала, где делать всё равно. Я возьму скоростью preguntать наконец. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok